МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ищите женщину. Ревность стала причиной тяжкого преступления в одном из домов частного сектора Ленинского района. В результате выяснения отношений один из соперников находится в морге, другой за решеткой, а девушка, из-за которой возникла кровавая ссора, в розыске. Репортаж Елены Иговцевой. Убийство в Камской долине. Конфликт между молодыми людьми возник во время распития алкоголя. Подозреваемый пригласил потерпевшего в гости, а тот сразу же приударил за его молоденькой гражданской женой. При виде такого нахальства парень рассверепел. Ударил он его ножом в горло, лезвие сломалось. Он взял другой нож и нанес ему уже несколько ударов. То есть практически отделил голову от туловища. И в таком вот виде вместе с другим свидетелем вынес тело и бросил его в овощную яму. Тело пролежало в овощной яме полмесяца. О преступлении в полицию сообщил тот самый свидетель. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний пермяк, уже имеющий судимый за кражу, грабежи и разбой. Он сразу признался в убийстве соперника. По словам подозреваемого, потерпевший просил у него перед смертью пощады. Обещал ничего не говорить полицейским. Но ревнивец оказался неумолим. Взвесив все за и против, он все же решил не оставлять свою жертву в живых. Заревновали девушку друг к другу. Девушка в настоящее время пока не установлена. Девушку, скорее всего, искать будут недолго. Также полицейские пытаются установить личность ее незадачливого ухажера. По визуальному осмотру это парень 25-30 лет. Рост примерно 165 сантиметров. Из одежды на теле в момент убийства были только синие джинсы и носки. Возбуждено уголовное дело. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Оказались в большом долгу. На исполнении в региональной службе судебных приставов документы о взыскании более 33 миллиардов рублей просроченной задолженности физических лиц по кредитам. И цифра эта увеличивается практически с каждым днем. Подробнее расскажет Александр Михеев. Более 33 миллиардов рублей просроченной задолженности. Цифра колоссальная. Для сравнения, совокупная неуплата прикамцев по кредитам превысила доходную часть бюджета Перми. А это, ни много ни мало, 22 миллиарда 600 миллионов. И составила третью часть доходов краевого бюджета. На исполнении службы судебных приставов 82 тысячи производств. Возбуждено в отчетном периоде более 21 тысячи, тогда как в прошлом году это количество составило более 16 тысяч исполнительных производств. То есть рост этот мы ожидали и, к сожалению, рост этот будет продолжаться. В этом году мы отмечаем рост окончания исполнительных производств без исполнения, ввиду того, что у должников имущества, подлежащего описи аресту, недостаточно. Наиболее проблемными, по данным судебных приставов, являются потребительские кредиты. Цифры в исполнительных производствах фигурируют самые разные – от нескольких тысяч до миллионов. Не особо активно прикамцы возвращают и деньги, взятые на покупку авто. Основные причины – снижение зарплаты и массовое сокращение рабочих мест. Тем, кто на себе ощутил дыхание кризиса, не стоит скрываться от банка, говорят финансисты. Последствия будут гораздо серьезнее, чем проценты по кредиту. При подтверждении обстоятельств, препятствующих обслуживанию кредита, банк готов предоставить как увеличение срока кредита, пользование кредитом, таким образом мы уменьшим ежемесячную нагрузку. Также банк готов предоставить годный период, подсрочка основного долга, либо уплата процентов. С начала года банки пересмотрели кредитную политику. Так, например, из линейки продуктов исчезли экспресс-займы, которые можно было получить в течение получаса. Осторожнее теперь подходят и к выдаче кредитных карт. Кроме того, изменился портрет идеального заемщика. Внимание теперь обращают не на размер дохода, а на стабильность его получения. Сейчас очень многие банки стали продвигать пенсионные кредиты. Почему? Потому что наши бабушки, наши дедушки очень также тщательно подходят к своим кредитным обязательствам. Это сегодня для нас очень, как скажем, для банков, это сегодня очень хорошая клиентская база. Очень интересны всем, конечно, бюджетники. Заемщик с 2 НДФЛ для любого банка более будет приятен, чем тот заемщик, который пишет о том, какую он зарплату зарабатывает. Модель поведения меняет и население. Параллельно с ростом неплатежей по кредитам фиксируется увеличение числа вкладов. Размещение средств на депозитах разумно считают эксперты, потому как улучшение ситуации в экономике пока не предвидится. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Закованы на стройплощадки, ортопедический центр и еще несколько частных фирм, зданий по адресу улицы Мира, 11. Вот уже несколько лет существуют практически на стройке. Рядом с домом три года назад началась реконструкция парковки. Полгода назад дорогу перегородили шлагбаумом. Продолжит Евгений Гуляев. А простите, тут колясочники приехали в ортопедический центр, а не можно проехать? При виде камеры охранник запирается в свои будки и открывает шлагбаум. К ортопедическому центру проезжают микроавтобусы спортсменами, инвалидами-колясочниками и знаменитого ансамбля «Гротеск». Артисты признаются, пропустили впервые. До этого своими силами преодолевали расстояние от шлагбаума до дверей центра. А это пара сотен метров. Получается так, что вас увидели, испугались, сразу нам открыли дорогу. Но чаще всего в положение не входят и не пропускают. Хоть на машине знак есть инвалида. То есть не положено и все. Не пускают не только колясочников. Ирина Роучева, мать двоих маленьких детей, каждый раз идет до дверей центра пешком. А посещают они это медучреждение в любую погоду и в любое время года. И даже была ситуация, что мы с детьми в снег, в метель, пока дошли до сюда, после этого болели. Все втроем. По словам замдиректора ортопедического центра Людмила Комаровская, в месяц на прием приезжает более 50 пациентов. Для них передвижение и по ровной дороге – дело непростое. На строительной площадке мы оказались закованными полгода назад, а проблема существует уже порядка трех лет. То есть получилось так, что собственниками вообще дома, всего жилого дома Мира-11, остались без земельного участка, который принадлежит дому. На руках у сотрудников центра есть и документы администрации города, разрешающие свободный проезд до клиники. Однако на отделе шлагбаум никому открывать не торопится. Мы решили поинтересоваться у охраны, в связи с чем людей с ограниченными возможностями не пропускают в ортопедический центр. В колясочнике же ездят? Я пропускаю, в ортопед пропускаю я без проблем. Ну, ортопед-то, говорят, не всегда пропускает, а не всех. Это не моя смена, там три дурак работы так же сделали. Выяснить, поступали ли какие-то указания от собственника по поводу того, кого пускать, а кого нет, нам не удалось. На телефонные звонки никто не ответил. Сотрудники центра надеются, что это просто-напросто недоразумение, и проблемы с проездом все же удастся решить. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Сидят без горячей воды. Сразу в нескольких многоэтажках микрорайона Весим пропало коммунальное благо. Ждут его появления уже второй месяц. Когда горячая вода вернется в дома, выясняла Евгения Караксина. Сейчас без воды на Весиме сидят жители пяти домов, а это более тысячи человек. Кто-то, безусловно, приобрел водонагреватели, ну а те, у кого их нет, до сих пор и не знают, когда же включат горячую воду. Все начиналось, как обычно, и ничего не предвещало беды. 29 июня в нескольких домах на Весиме перекрыли поступление горячей воды из-за плановых работ на теплосетях. Подачу ресурса должны были возобновить через две недели, но обещанного не произошло. Жители пяти домов по адресам Восстания 11, 11А, 1371 и Республиканская 12 до сих пор ждут, когда ситуация изменится. Через две недели ничего восстановлено, конечно, не было. Все трубы теплотрассы оказались порванными. Все теплотрассы, которые находятся сейчас под нами, вот здесь вот, здесь такие проходные каналы, по которым можно ходить и гулять. Они полностью были затоплены водой. Вода стала подмывать в дом, поступать в подвалы. Председатель ТСЖ Восстания 13 показывает фотографии подземных коммуникаций. Ржавые трубы оставляют желать лучшего. Жильцы жалуются, теплосети давно износились и требуют капитального ремонта. У нас большая семья, четыре человека. Всех надо помыть, сготовить, все в холодной воде. Детей надо мыть действительно и скоро в школу готовиться, а воды и так нет у нас. В ресурсоснабжающей организации Пермской сетевой компании ответили, что в ходе плановой опрессовки возникли проблемы на теплосетях. Подачу горячей воды пришлось остановить. На сетях, которые ведут к центральному пункту, на них есть дефект, который сейчас специалисты технического блока определяют местное его расположение. Уже согласовали работу по раскопкам, чтобы раскопать и устранить это повреждение. Однако подобные перебои с подачей горячей воды пермики испытывают не первый год. В прошлом году ее также не было больше месяца. Куча наших заявок, писем, жалоб, телеграмм в адрес, начиная поиска, жилищные инспекции. Были и прокуратура в свое время письма. Сейчас вынуждены готовить документы в суд. Конкретную дату окончания ремонтных работ в Пермской сетевой компании пока не озвучили. Евгения Караксина, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Дожди, как стихийное бедствие для жилого фонда, причем не только старого, но и новостроек тоже. Жители дома по улице Пономарева, 77А, сутки боролись с потопом в подъезде. При углубленном погружении в проблему выяснилось, происходит это не впервые. Репортаж Екатерины Леоновой. Дождливое лето – хорошая проверка на прочность для кровли домов. Далеко не все крыши в Перми такое природное тестирование проходят. В некоторых зданиях в непогоду ситуация аховая. Вода просачивается через худую крышу и разрушает потолки на верхних этажах. Случается это даже в новостройках. Вот одна из них на Пономарева, 77А. Дому всего пять лет. При дожде вода с крыши почему-то не идет в водосточную трубу. Вместо этого она оказывается в подъезде. Катурка отваливается. И вот туда уже вода пошла. Ага, видите. Ведь может быть короткое замыкание. Чтобы вычерпывать воду из подъезда, жители верхних этажей сегодня остались дома. Дежурить с ведром и тряпкой приходится по очереди. И вот тут все полностью туда течет. И вот тряпкой, начиная с большой тряпкой по суткам, собирать воду и отжимать ее в виду. Вот и все. Эти добровольно-принудительные работы длятся с прошлого вечера. И так всякий раз, когда идет дождь. Чем он интенсивнее, тем больше уборки. История четырехлетней давности повторяется. Управляющая компания в эти выходные решить проблему не смогла. Прокомментировать ситуацию коммунальщики отказались. Все. Без комментариев. Вы меня услышали? По словам жильцов, уже после нашего приезда водосточную трубу все-таки поправили. Но есть подозрения, что проблема гораздо масштабнее. И дело в плохой гидроизоляции крыши. Ведь с каждым днем на потолке верхнего этажа в подъезде появляются новые потеки. Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Пермячка Мария Зверева выиграла Всероссийский открытый конкурс красоты в Самаре и завоевала титул «Мисс Волга-2015». Она стала лучшей среди 37 конкурсантов, уверенно пройдя несколько испытаний, в которых представительное жюри оценивало красоту у девушек, а также их интеллектуальные способности. Помимо короны, Марии достался автомобильный «Ниссан Джук» и контракт с Международным модельным агентством. Рост королевы красоты – 175 сантиметров. Параметры фигуры – 87, 60, 90. «Мисс Волга» закончила 11 класс, увлекается иностранными языками, поступила в медакадемию и мечтает стать стоматологом. Также пермячка – кандидат в мастера спорта по плаванию в ластах. Продолжение следует... Продолжение следует...